Жаркая погода может быть опасна не только для людей, но и для их питомцев. Когда на столбике термометр больше 30 градусов, владельцам домашних животных важно быть внимательными к состоянию четвероногих товарищей и соблюдать простые правила. Если собака начинает на прогулке суетиться, искать тень, уходить от вас, нужно срочно идти домой и давать ей попить. Вообще, в такую жару с собой воду на прогулку обязательно. Самым тяжелым испытанием для собак становится перевозка в автомобиле без кондиционера и с закрытыми окнами. Терморегуляция у этих животных слабее, чем у человека, и за полчаса такой поездки собака может получить типовой удар. Также часто хозяева попросту забывают своих любимцев в закрытой машине. Исход в таких ситуациях печален. За сегодняшнюю неделю было уже два случая перегрева собаки в машину и одна летальный исход. Закрыли в машине, забыли про нее, к сожалению, и когда пришли, уже там была очень высокая температура тела у собаки. Из огня вывезти мы ее не смогли. Если вы видите, что животному жарко, постарайтесь немедленно снизить температуру его тела, отведя в тень или накрыв влажным полотенцем. Обливать питомца водой не стоит. Мокрая шерсть не держит температуру. Понять, что у вашего любимца тепловой удар можно понять с кольким признаком. Первый признак – это высунутый язык, частое учащенное дыхание. Собаке становится плохо, она может заваливаться на бок, она ищет себе тень, падает вниз. На самом деле это уже прям признак, к которому нужно срочно обратиться к врачу. Оставляя собаку дома, включите вентилятор или кондиционер. Если такой возможности нет, то оставьте открытыми окна и завесьте шторы. В свободном доступе у вашего питомца всегда должно быть достаточное количество свежей воды. Екатерина Шмакова, Константин Островский, Евгений Зыбин. Служба новостей Саров-24.